Сегодня я решил перетопить гнездовую и магазинную сушь старую. Значит, это у нас котел, где внизу топится. Сверху стоит нжавеющий бак, в который засыпается нарезанная сушь, вырезанная из гнездовых рамок. Вот она закипает. Чуть-чуть проваривается. Там вода была сначала налита, с водой проваривается. Пирганы насыщаются водой, а воск весь выходит наружу. Эту смесь мы упаковываем в мешки из-под сахара. Два мешка и отправляем вот на такой вот пресс. Выдавливается и подставляем емкость, стекает воск и остатки воды. Еще остывает и остается один воск. Вода выливается, остается воск. Второе же на этом котле стоит вот такой бак сзади. Вот он, с водой. От него проходят тены вниз котла. Он нагревается и получается как парогенератор. Установлен в отвод шланг РВД, к которому проходит пар. И попадает вот такой вот стол для распечатки, который я переоборудовал для вытопки воска пара генератором. Значит, поступает сюда вниз пар. Он нагревает сушь. Сюда использую более светлую сушь, чистую. И магазинные рамки такие, которые после перетопки, у нас установлена нержавеющая проволока. После перетопки, после парогенератора остается проволока целиком. Зачищается рамка и опять на эту проволоку натягивается новая овощина. Тут парогенератор подается, все, стекает весь воск. И по этому крану нашу емкость для воска. И, а также, вот она, стандартная крышка, закрывается. Сейчас все это пока закипает. Пока закипает парогенератор, воск начинает закипать потихонечку. Мы будем ожидать. Потом, попозже покажу процесс. Как сколько там наплавилось у меня и присылания. Вот такие рамки в магазине получаются после парогенератора. Отбивается с большего. Проволока остается нержавеющая целая. И идет дальнейшее использование. В рамке эти или почистится, или проварится еще раз в кипятке. И овощинится, и пошли опять в работу. Уже затрата времени на натяжку рамок, а также расход проволоки уже не нужно ввозить. То есть, минус лишняя затрата времени, денег. Вот такой вот процесс. И загружаем новую парсию. Видно, как идет пара от парогенератора. Открываю кран, где топятся магазинные рамки, при помощи парогенератора. Аккуратно открываю. Вот он прям такой желтый. Воск льется. Такая вот красота. Ну, немного, конечно, мервы попадает. Но это ничего страшного. Все потом отфильтруется. Вот он такой вот. На цвету. Красивый воск. Красивый воск. Красивый воск. Красивый воск. Красивый воск. Красивый воск. Продолжение следует...